итак приветствую всех кто подключился мы и тут играем в baldur's gate то и без загрузок и без сейв скаминга и вообще без ну с сюрпризами то бишь я не знаю что будет дальше круг сыра из глубоководья нет это мне не надо так вот в прошлом эпизоде мы разобрались с этими псевдо паладинами которые прижимали карлах и сейчас я хочу вот проверить во первых полностью вот эту дорогу она тут не подсвечена целиком вот эту точку там карлах собственно нашли свое время здесь вот минутку а это что это типа тут за кустами есть какой-то подвыпадверт нет вот тут вот нет ничего особенного ну так вот идем вот сюда вот на мост они так нельзя делать да значит план такой осмотреть остатки не осмотренных окрестностей после чего наверное выдвигаться к отрезанная голова замечательно после чего выдвигаться к этому к жилищу к жилищу корги отношения с каркой у нас сразу не заладились да вот 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 дорога вот внизу вот нижнюю часть дороги я не осматривал вот тут вот мы нашли тело сборщика подати и кстати осмотрев означенного сборщика подати и мы нашли тайничок а это место я обходил уже какое-то время назад когда впервые встретил карлах и тогда мы его двинулись по вот этой тропе но мы тут просто перебрыгнули вот здесь вот они стали идти дальше так что надо еще дальше сюда сходить что это за звуки так стоп чёрт скелет скелет ухты ничего себе скрытность плюс 2 ловкость рук плюс 2 хаизма минус 1 ну хаизма с 1 кому нужна хаизма камон так добавить в товары это надо стоил он удать это надо дать а стоил он у так вот это колечко ловкость рук плюс 2 скрытность плюс 2 не но это это офигенно до минус 1 хаизма но сколько у него общих а изм это а вот минус 1 а минус 1 к проверкам на хаизму потому что минус 1 хаизма базовое значение 10 ну то есть да он у нас не самый хаизматичный не такой не хаизматичный как shadow heart но у нас вообще кстати персонажей на хаизму нет у нас переговорщика нет я вместо того чтобы переговориваться я это mind control использую заклинание дружбы а и вот собственно тут вот есть подъем а здесь все обвалилась дружно так и вот мы идем 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 периодически нажимая alt чтобы подсветить предметы но эти скелеты я я смогу а нет этого я скелета не осмотрел так противоядие ну наверное что 2 hard это в товары это карлах так странно что я второго скелета не осмотрел хорошо хорошо так что теперь теперь здесь ничего нет ничего хочется еще заглянуть но здесь вот написано пройти через горный перевал пройти через подземья тайный проход и здесь вот кстати был тоже какой-то проход ну надо хотя бы осмотреть в общем сейчас вот эти окрестности как у нас по отдыху там мы потратили один короткий отдых и я обнаружил кстати проблему с идеей и вот этой вот что дать карлах ожерелье на туманный шаг потому что как оказалось она в состоянии бешенства не способна колдовать что принципе логично и колдовство как оказалось включает в себя даже использование амулетов а куча алкоголя кстати где этот алкоголь весь хранится то надо как-то выделить отдельно алкоголь сумка с припасами где вот это у нас рюкзак с книжками это у нас рюкзак со шматьем вот это кстати надо продать вот это надо продать я все еще мучаюсь с этим вот луком похитителем заклинаний да он может восстановить ячейки но он же не кайтует в моих руках во всяком случае так это что за сундук это сундук кидательный да если я возьму вот этот вот мешок потом открою мешок с припасами возьму оттуда через shift и не так 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 и перетащу это все добро вот сюда ага работает ядреное пойво закат нет это вино это жалко вино ядреное пойво не жалко так he is 12 роз бальзам ноги оленя я думаю что суть судя по названию это не то что так так вот идея в чем я возьму этот сундук рюкзак точнее и где он там вот и отдам его карлах это раз второе я этот ее рюкзачок вот сумка с припасами этот не та сумка тихо 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 стоять вот этот вот рюкзак быстрый доступ список предметов так так рука мира когда владелец прекращает ярость он получает 15 временных от за вот интересно это можно экипировать уже после боя или с другой стороны иногда ярость прекращается случайно но вот эти перчатки слишком хорошие плюс преимущество при бросках атаки ближнего боя если у вас двое врагов испытание силы плюс 1 при том что у нее и так силы дофига вот у нее плюс 7 это значит бонус так ловкость плюс 1 а нет это не то вот сила сила плюс 4 и плюс 1 этот перчаток то есть перчатки лучше не снимать эти паутинный доспех вот этот вот разбитый цепь я не знаю я придумаю куда куда его приткнуть потому что вот если он не будет поражать противников каждый свой ход то может впасть в безумие ну учитывая что каждый ход попадать это из разряда фантастики так ладно так вот идея в том что теперь у меня вот в предметах будет этот рюкзачок и я могу вот даже немножко вот и теперь вот метнуть оба и можно шваяться бутылями с алкашкой это конечно расточительно но так идем дальше этот вопрос мы организовали так а тут что тут проходимая зона значит надо туда сходить но тут ничего нет так что тут у нас мешок из рак кожи осенний шафран так квазит давай иди разведай что у нас здесь домик поют поют во ким звуки тут неприятные конечно доносятся схожая дорога так стоп а здесь мы были да здесь мы были здесь мы были хорошо здесь заперто ну или во всяком случае закрыто так что идем сюда я смотрю этот поют раздолбан в хлам указатель так по карте а по карте до выхода еще далеко не надо чуть-чуть опыта добить чтобы получить еще один уровень совсем чуть-чуть разлом пропасть ну я пока тут никого не вижу остальная группа пусть подтягивается груши я вообще думаю что надо немножко все-таки поднять сложность возможно меня конечно это укусит потом больно сильно страшно но я чё-то челленджа не чувствую в боевке ну хотя нет то этот босс не окра да нет же не бакбир как же же не называются то нет ни гоблин ну как они называются хоб да хоб гоблин в общем этот хоб гоблин рагузин он нам так них его навалял свое время огненный кулак так это они а никто они помечены как ней травы огненный кулак новобранец огненного кулака у них шестой уровень шестой уровень а у нас у нас четвертый но они с другой стороны вроде нейтральные может можно с ними поговорить а если что мы сбежим просто хотелось бы узнать что здесь произошло но у них шестой уровень паук 6 мертвый дроу что вообще знаю про этих огненных кулаков без понятия ладно давайте тогда сначала надо мне маскировка на дроу не висит нет а то будет как-то жутковато так хорошо рискнем в худшем случае хохотом я это не знаю что здесь нет грампе ты но это ну хорошо не агрессивная мертвый дроу где тут кому-то нужна помощь я не вижу так где не слышу наверху вроде наверху да вот тут вот кто-то наверху советница файк 6 уровень еще здесь наверху кто-то да что ж такое ладно попытаемся давайте так наверх тихо куда куда опять в огонь так а тут что наверх не взобраться да да стой куда ты полез дурак а вот лестница наверх так что сделаем так ага здесь можно пройти не двигается карлах давай ты да нет же нет же нет же стой 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 переключись на ближний бой вот так а чёрт так так берсерк сила расследование нет да вот и преимущество и еще нет эликсир пить не буду так а почему мы перешли в походовой режим я не знаю почему пришли в походовой режим так ладно хорошо походовой походовой режим походовой режим так у тебя нет создания воды да тут все сейчас сгорит на хрен так ладно сейчас тут мы сгорим на хрен есть у нас что-нибудь а вот есть футля флаконы фуляги с водой есть так погасить здесь получилось но но здесь нам не пройти нет я этот огонь я не затушил ладно придется выбираться и слепота еще от дыма вдобавок да так лопата ну лопата у него все нормально так остается и он у тебя тоже есть а у тебя есть ледяные стрелы да ну ка попробуем а слепота из-за слепоты еще нельзя использовать попробуем тогда взобраться через вот это вот место я смотрю здесь можно пройти я уверен что здесь можно пройти так вот слепота прошла так отойду хроматический шар вода нет у меня воды нет у меня столько лед ладно давай тогда вот сюда вот карлах шут значит недостаточное место так нет рывок не допрыгиваешь то а на крышу а на крышу допрыгиваешь вот так а тут еще кто то есть хорошо значит если мы с крыши спрыгнем либо здесь либо попробуем найти общем проход через крышу так а я попробую тоже рывок и отбежать вот так конец хода конец хода конец хода конец хода конец хода и борьба борьба с огнем так шедухард остается насколько реально вот сюда вот забраться вот сюда вот можно дойти не вижу не вижу а тут а тут все тут все в огне да ладно а тут вот надо две стены проломить а я вдобавок еще и меня меня пропалила хорошенько так так что стильный ран на меня а ой как много плюс 6 так не допрыгну не допрыгну а вниз если минус минус 3 у з придется все таки потратить а у меня не готово заклинание а я могу менять заклинание потому что мы не в бою хорошо тогда убираем масло убираем кинжалы берем туманный шаг и прыжок так вот усиленный прыжок ритуальное заклинание потратили вот тогда вот так вот и ну давай прицеливайся мне надо прицелиться на крышу так о по моему это была кнопка вот вот так хорошо получилось так аста ион икора и шедоу хард это скажешь и даетесь внизу так давай рывок надо подумать как здесь пройти беда в том что здесь я ничего не вижу а там еще вдобавок темно а с этой стороны я бы все таки попытался сверху с этой стороны да но у нее и у нее вдобавок еще и зист к огню так что минус 3 у з какие минус 3 у з минус 2 у з минус 2 у з не я думаю мы успеем еще спасти кого-то я думаю мы успеем так так остается он рывок нет рановато да блин шедухард слишком далеко да я так спускайся давай а стоять ты так до лестницы это и миллион лет будешь идти ладно больше я прыгать здесь не могу так огонь продолжает перемещаться так прыгать прыгай 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 минус 3 узы их лечь по шмя ну минус 4 узы минус 2 узы ладно это это небольшая цена а нормально так рывок давай дуй вот сюда вот мне достаточно движения шедухард раз уж можно заклинание переключать то давай-ка тогда создание воды первый круг ну так слишком далеко да минус 3 ладно это тоже терпимо так в обход пламени никак не пройти нет ну тогда хорошо что идите в бутылок запас вот 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 так конец куда коров так рывок попробуем как-то здесь пролезть просочиться но я не вижу как я совсем не вижу как здесь вот нельзя сломать сломать двери сломать балкон на 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 так эта часть дома полностью полностью разрушена отсюда я не спрыгну нет отсюда я спрыгну минус 100 минус сколько сколько он за а нет это слишком уж так минус 2 у за ладно сначала надо не разбилась серьезно так а если туман так куда-нибудь вот сюда недостаточно места вне зоны видимости вне зоны видимости недостаточно места а картинку внутри мне можно дать пожалуйста да иногда с трехмерным маневрированием бывают сложности ладно нет не будем тратить эту штуку давай карлак пойдет пробиваться силой блин здесь вот спрыгнуть нельзя а вроде можно так ну и куда это меня занесло а явно не вне слишком удачное место а но эта часть дома полностью обрушилась надо как-то через другую часть пытаться пролезть так а вот бочка разбитая там вот можно было просочиться или вот здесь вот через крышу но здесь тоже руина какая-то а вот подойди недостаточно цель вне зоны видимости цель вне зоны видимости цель вне зоны видимости недостаточно прыжка а с этой стороны с этой стороны может можно попробовать пролезть ладно так карлак я не вижу как тебе здесь пройти разве что сломал вот эту вот дверь но тогда надо будет прыгать и получать дофигища урона просто или попытаться открыть двери изнутри нет это другая дверь так а падение перышком у меня есть я не знаю почему я это делаю в смысле зачем я так щедро разбрасываюсь всякими штуками падение перышком или паутина или паутина невидимость пространственная дверь нет пространственную дверь и отвратить не буду падение перышком нету не вижу я его ладно будем думать тогда сейчас конец хода конец хода я слышу я слышу что у вас там проблемы да так shadow hard нас кика бочка с огневухой надо подобрать иначе она сейчас тут рванет так и хорошо остается он за мной да а что ты не можешь а ну ты сможешь бонусным действием бонусное действие до прыжок ну так рывок тапа тапа этом ходу бы уже совершен рывок и бонусное действие было потрачено да ладно ладно корлах так как же тут нам протиснуться значит здесь вот только вот здесь вот есть проход на нижнем ярусе путь перекрыт путь перекрыт минус 7 у з хорошо так разбить дверь зайти вовнутрь а у тебя рывка нет да советница флойк 6 уровень советница великого герцога вот так мы мы не зря это затеяли ага значит вот тут вот тубовая дверь прочность 24 нам надо ее вскрыть для этого нам нужно стоион чтобы он просочился как-то вот сюда но он сюда не просочится потому что он сюда не пролезет а какие еще варианты есть ну или я попробую потратить туманный шаг мне вот всегда было интересно получится ли ага а тут есть еще вот сверхотуры вход у меня у меня овкость правда хреновая очень ну а путь перекрыт так туманный шаг недостаточно места недостаточно места недостаточно места недостаточно места рывок сюда а и вот я уже вижу здесь проход и отсюда можно будет уже попробовать телепортом как-то прорваться хорошо так shadow hard продолжаешь кидаться стеклотарой недостатки моих трусодействие конец хода конец хода остальон конец хода карлах тоже ничего не оставить конец хода не спорю а как она намерена двигаться через вот эту дыру ну давайте тогда вот так хорошо здесь можно или выйти или спрыгнуть это будет больно и неудобно но он поправима но теперь если вы до нее добрались я уже не уверен что мне можно что мне нужно использовать туманный шаг так что наверное конец хода конец хода посмотрим куда она сейчас пойдет конец года здесь огонь все равно придется тушить так или иначе а бутылок и сухом нет дофига так остается он мертвый гоблин тарак рывок просто чтобы ты был где-то здесь хорошо давать схода тоже под ходом так смотрим куда она бежит куда это она бежит тут огонь кругом куда ты бежишь дура тут кругом огонь куда ты бежишь дура ага и как я это сделаю если если ты намереваешься бежать час через огонь а бочки с водой у меня как раз нет у меня все метательное настроено на ладно тогда давайте так shadow hard да это конечно абьюз системы но давай все бутылки на корвах вот так вот я же там проход специально проделал нафига было так вот вода а там еще же слепота будет нет ли лучше не открывать если она сама не станет эту дверь открывать конец хода конец хода а здесь опять огонь вода электризованный пар ничего себе а ну-ка ага то есть она воду испарила ясно так что теперь ну куда она пошла да блин так а как я тебя отсюда вытащу если ты не хочешь вытаскиваться почему ты не идешь вот сюда вниз или ты за мной будешь следовать давай проверим конец хода конец хода ну ну и стоп куда она пошла да ё-моё вот значит как я-то думал я подумал так остужаем пространство какую путь перекрыт ё-моё ладно тогда придется возвращаться и все переделывать теперь сейчас я еще попробую прикрыть сверху достаточно движения где она там ага она выйти выйти смогла до что духар ты ее видишь да она смогла выйти хорошо значит карлак вылезай вот так хорошо так я на и настаём возвращайся весь план пришлось перед переделать выщет 42 хп не нормально держится она она не может выйти потому что она тратит действия нет стоп она должна выйти суметь по миллиметру по миллиметру тут можно допрыгнуть я знаю ладно а если вот так создание воды далеко до куда ты пошла ну ладно тоже неплохо так 1000 минус 4 уже ну ничего страшного конец хода и тут 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 и рывок ну на этом ходу уже должен быть совершен рывок не понимаю ну 4 урона и и статус горения отлично схода конец труда все вышло так придется теперь тратить заклинание округа на то чтобы слезть с крыши это глупо и обидно но я не вижу другого пути заодно и узнал что я теперь и не умею сквозь эти штуки перемещаться ладно но я думаю что уже да мы выбрались отсюда во а вот она куда-то идет вот ты где дамочка 20 очков опыта что-то 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 Равенгард вверх, если мои глаза и уши могут быть вернуты. Гаунтлет, сообщите к Ману и отправьте реинформации. Мы должны найти Дюк. На вашу command, Канцлер. Редактор субтитров, каунтарь. Добавьте слово о их sacrifice в этой городе. И вы, я должен еще раз спросить о вашем помощи. Пожалуйста, спасите Равенгард от его дров captors. Канцлер выдастся за вашу помощь. Можете ли я вернуть это? Монрайз-тареры, вверх на старой дороге. Это место заморозено. Немного могли бы выжить, если бы иные силы были в работе. Это не был разрушительный атак. Так, Гранд Дюк был их царгет. Один чемпион. Он инвизиальный силой, который сбросил с дверь. Без него, город начинает взорваться. В самом деле, я боюсь, что это может быть предпочтение тех, кто его обдукли. Мммм... Карлаха одобряет. Ну, остаем... Ага, выбрать награду. Так, искрометатель. Это посох. Так, нанеся урон каким-либо фокусом, владелец накапливает два заряда молнии. О, неплохо. Так, легкий арбалет. Ага, два заряда молнии. Метательная полуторная цена 250. Молния стрел. Так, нанеся урон, владелец накапливает два заряда молнии. Редкий. Это длинный лок. Но это надо... У остеона, кстати, обычный длинный лок. Так что... Или вот только под основную руку. Так, два заряда молнии, нанеся урон заклинанием или фокусом. А заряды молнии, они увеличивают... Они... Мои атаки наносят дополнительный урон молнии. Это, конечно, прикольно, но... Ладно, у остеона нет лока. Так что... Давайте вот так. Потому что заряды молнии я могу накапливать и с помощью сапогов. Вот у меня есть три заряда молнии, если вы заканчиваете ход на электрической поверхности. Когда владелец вступает в поверхность, она электризуется. Кстати, надо поэкспериментировать будет с этим. Так, ну мы все тут сильно побитые. Нам сейчас надо здесь все осмотреть. Не думал, что спасение из огня будет настолько муторным. Ага, так. Мертвый гоблин, налетчик. Говори. Посох, призывающий воду, мне, в принципе, более полезный. Так. Угу. Да-а-а. Угу. 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 Влюблер... Заверж爷... В sanctity... Ясно, ясно. Так. Угу. Нет. ну и мертвый не может отвечать на вопросы ответы на которые он не знает так здесь все горит все бывает так наемник огненного кулака деньги мертвый гоблин огонь не тушится смысле тушится но так а значит вот по карте добраться до горного перевала или пройти через подземья гоблинский тайник минуточку я же там находил это это там был какой-то типа там просто сундук был да вот огонь огонь не тушится полностью ладно проблема в том что мы все очень сильно побитые и мы в нынешнем своем виде не сможем ничего здесь сделать может просто свалить и подождать пока она прогаит так сюда можно зайти а сюда можно зайти не через эту лестницу вот чем моя ошибка так еще мертвый гоблин когда тут уже все прогаит а тут еще кто тут еще какие-то помещения есть книги туз и другие боги 2 ч 2 счастья у меня нет есть только первое не не грилет знакомое имя они не курины кури ну ну вот годы до но 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 вы что-то стать вы что-то Продолжение следует... Продолжение следует... Испачканная книга. Блок, хапинек, коротышка. Так, есть ли шанс... Внутри каждого гнома живет настоящий великан. Пробудите в себе какая-то жизненная... Как его? Мотивирующая, короче, книга. А, вот тут вот была бочка с водой. Обидно, однако. Все это время у нас была в распоряжении бочка с водой. Так, а что в этом сарая? Нет ли тут где-нибудь подвала? Нет ли тут где-нибудь подвала? Так, нет, наверное, на этом мы и закончим. Только вот передохнем немножко. Вот, и в следующем эпизоде уже осмотрим все здесь, что останется. Так что, да, получилось, конечно, довольно сумбурно. Но, вообще, режим пошаговый, режим для спасения кого-то, а не боя. Это, в принципе, неожиданно и неинтересно. Может быть, что-то можно в настолке подобное замутить будет. Так что, на этом все. Благодарю за внимание. До следующего эпизода.